Добрый день, братья и сестры. Сегодня у нас вопрос, наверное, довольно интересный, потому что человек, некий аноним, разговаривал со мной несколько раз на эту тему, обращался ко мне. И речь шла о том, что маленькие дети, по его мнению, могут общаться с духами. Здравствуйте, еще раз благодарю за ответ, но непонятно одно, может ли Господь допустить, чтобы дитя общалось со злыми духами, ведь младенцы могут разговаривать с какими-то непонятными духами, возможно, духами природы, не через спиритические сеансы, а просто так, как с обычными людьми. Извиняюсь за любопытство. Там раньше шла речь о том, что по мнению этого человека люди, то есть маленькие дети могут общаться с разными домовыми, эльфами, гномами и тому подобными вещами. И вот очень важно понимать, что мы не можем различить каких-то, как говорится, духов природы и бесовские какие-то силы. Нету таких критериев, чтобы мы их могли четко разделить, что вот это вот духи природы, а вот это какие-то бесы. Поэтому ни в коем случае нельзя общаться с ними. У человека было такое желание. Ни в коем случае нельзя увлекаться этой темой, потому что всегда результат будет плачевным. Когда человек выбирает для себя, что он хочет общаться с какими-то духами, с какими-то непонятными силами, которые могут называть себя как угодно. И эльфами, и гномами, и феями. Разными словами. Но итог всегда один. У человека после этого возникает опустошение в душе. Затем он очень часто впадает в уныние. И рано или поздно у него возникают мысли о самоубийстве. Когда он чересчур этим увлекается. Периодически ко мне люди обращаются с этими вопросами. И вот я уже, зная, как это развивается, начинаю их спрашивать. И они говорят, батюшка, откуда вы можете это знать? Тут не надо быть каким-то прозорливцем. Потому что все это развивается всегда по одному сценарию. И ни в коем случае нельзя играть ни в какие игры с темными силами. Именно по этой же причине ни в коем случае нельзя заниматься гаданиями, магией. И обращаться к разным целителям. Потому что любые заигрывания с темными силами, они всегда приводят к повреждению души. И это очень страшно. Потому что когда родители не обращают внимания на то, что у них там дети с кем-то разговаривают. И чем-то занимаются таким, то очень часто в итоге это приводит к духовным проблемам. Конечно, для верующего человека, искренне верующего, это невозможно. Потому что мы понимаем, что мы живем с Богом. И это самое главное. Когда мы тянемся к Богу и стремимся к Богу, мы не можем еще с кем-то общаться. Поэтому ни в коем случае нельзя даже мысли таких допускать о том, чтобы нам общаться с кем-то. С какими-то духами природы или бесами или с кем-то еще. Даже не думайте об этом. Я хочу вам пожелать Божьей помощи, чтобы наконец-то искушение у вас это прошло. Потому что 4 или 5 вопросов было на эту тему. Поэтому я желаю вам исповедоваться в этом и больше не возвращаться к этой теме. После исповеди вам обязательно станет легче. В первую очередь стремитесь к Богу и стремитесь укрепить свою веру. Господь может дать все то же самое, но только вреда для души от этого не будет. Спасибо Господи. Спасибо.